Изучать историю народов России можно разными способами, например, занимаясь декоративно-прикладным искусством. Процесс создания глиняной поделки очень долгий и кропотливый. Нужны не только навыки лепки, но и знания особенностей культуры народа. На самом деле это делается не так сложно. Сначала делается набросок на альбоме, потом рисуется на большом листе, потом уже через большой листок, через кальку переводится на глину. Потом, когда я сделала, она обожглась, потом, когда вышла, я ее раскрасила глазурью, и она еще раз пошла в печку. На отделении керамики дети учатся 5 лет. На первом курсе они изучают народные промыслы, знакомятся с дымковскими, филимоновскими, каргопольскими игрушками, получают базовые навыки керамики. Каждый год программа усложняется. Ученики продолжают выполнять работы на различные темы. При этом они уже используют несколько техник создания деталей. Чем керамика хороша, то здесь каждый ребенок и каждый мастер, скажем так, взрослый даже, кто если ходит, может найти свою нишу и свой стиль лепки, который подойдет именно ему. Даже чем это хорошо. Некоторым детям не свойственна аккуратность, но есть техника лепки, скажем, из пластов и техника лепки панно, где не надо тонкой проработки деталей. А оно и как раз и большие эти детали эффектно сказываются на этой лепке. Всероссийская выставка «Гончары России» проходит раз в три года. Работы Анфисы Мухиной, ученица второго курса объединения «Исток» и преподавательной Снежаны Калинкиной вошли в каталог конкурса. Это был конкурс «Гончары России. Народные традиционные промыслы и игрушки». Мы посылали с ней, так как мы изучали абашевскую игрушку, прошла абашевская ее игрушка. По окончанию выставки работы саровских авторов вернулись в кабинет керамики детской школы искусств номер 2. Сейчас воспитанники этого отделения готовят поделки для участия в городской выставке. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.